В эфире актуальное интервью. Сегодня гость в нашей студии, генеральный директор компании Алмаза Аннабара, доверенное лицо кандидатов в президенты Владимира Путина Павел Маринычев. Павел Алексеевич, здравствуйте. Ну что ж, Россия выбрала президента, прошла большая, крупная такая предвыборная кампания. Как вы оцените ее ход и, может быть, были какие-то моменты, которые вам чем-то запомнились? Ну, если говорить про мои личные впечатления, то это, наверное, первый опыт, когда я участвовал в каких-либо предвыборных кампаниях. И сравнивать мне не с чем, но несколько моментов, которые я для себя отметил, конечно, существует. Что такое работа доверенных лиц? Первое – это встречи с людьми и с избирателями. И второе – дебаты. Вот, конечно, встречи, которые мы проводили в ходе предвыборной кампании с людьми, с населением республики, с разными коллективами, они, конечно, показывают, первое, очень высокую активность, политическую активность наших граждан. Во-вторых, их заинтересованность в той жизни, которая у нас в России происходит, те изменения, которые у нас в России происходят. Поэтому, конечно, это сразу бросается в глаза. И, честно говоря, меня даже это приятно удивило, что людям абсолютно не все равно, как мы будем жить дальше, как будем развиваться, будем ли. Вот, поэтому это второе, наверное, что я хотел отметить. Третье – это зрелость тех вопросов, которые на самом деле задаются и обсуждаются в ходе этих встреч. Это абсолютно не только бытовые вопросы, но и вопросы системные, которые связаны с государственным устройством, с внешней политикой. Вот, людей интересует место России в мире и место человека в России, процесс развития гражданского общества и так далее, так далее. Это, конечно, такие... то, что действительно бросается в глаза. И мнение. То есть, люди у нас абсолютно становятся раскованными, они не стесняются высказывать свои мнения, не стесняются давать наказы президенту, будущему президенту в данном случае. Ну, смотрите, Якутия дала, ну, если брать в целом по стране, такой неплохой результат появки. То есть, вы связываете это с такой некой гражданской ответственностью населения? Ну, наверное, из гражданской ответственности и с заинтересованностью. С заинтересованностью в том, как Россия будет развиваться. Россия и Якутия, естественно. Ну, и какую оценку все-таки хотелось бы услышать от вас? Такую оценку вы бы дали результатам выборов? Ну, если говорить про результаты выборов, то результаты, с которыми наш президент Владимир Путин выиграл эту кампанию, они рекордные. Это и процент явки, который более 64% составляет. И, конечно, процент поддержки избирателей, это более 76%. Это рекорд за всю историю выборов в Российской Федерации. И, конечно, это говорит про то, что Владимир Путин пользуется безусловным доверием россиян. И он имеет в этом смысле большую подушку безопасности для принятия важных решений для страны. Если говорить про результаты выборов у нас, в республике, то, да, действительно, явка на этих выборов по республике Саха-Якутия составила более 70%. Это один из лучших результатов на Дальнем Востоке. И процент избирателей, которые выбрали Владимира Путина президентом, которые за него проголосовали у нас, в республике, он, хотя и может быть неконкурентен по сравнению с остальными регионами Российской Федерации, но он абсолютно убедителен, это 64 с лишним процентов поддержка. И, повторюсь, этот результат более чем убедителен. Владимир Путин однозначно пользуется поддержкой у нас в республике как президент Российской Федерации. Ну а если говорить про то, что, допустим, процент не такой, как несколько меньше, чем в среднем по России, и меньше, чем многие регионы Российской Федерации, это на самом деле только говорит о том, что нам надо еще раз проанализировать ожидания своих людей, своих избирателей, и стремиться к тому, чтобы эти ожидания оправдывать. Это на самом деле руководство к действию. — Смотрите, вчера после выборов, после того, как закончилось голосование, буквально через три часа, Владимир Владимирович, выступая на митинге в Москве, сказал, что мы обречены на успех. Как бы вы охарактеризовали эту фразу, о чем идет речь? — Первое и самое главное, на мой взгляд, это то, что мы едины. Когда народ един, когда он движется в одном направлении, в одном векторе, то, конечно, не существует силы, которая его с пути успеха может сдвинуть и что-то ему помешать. Поэтому, на мой взгляд, тот процент поддержки, который был высказан нашему лидеру Владимиру Путину, это означает, что страна едина. Когда, повторюсь, общество едино, нет ничего, что его может остановить. И, конечно, я бы хотел здесь отметить ту ответственность, которую я, как доверенное лицо, чувствовал в ходе предвыборной кампании. Повторюсь, это были встречи с населением, и это не только было, скажем, доведение информации, каких-то предвыборных моментов в адрес нашего избирателя, но и обратная связь. Мы много вопросов постановочных в адрес нашего президента получили от населения. Некоторые вопросы действительно системные, наболевшие. Такие, например, как вопросы пенсионеров в Неренгринском районе. Это вопросы проезда вдоль трассового по направлению из Ленска в поселок Пеледу и Витим. Это действительно вопросы горячие, которые однозначно требуют своего решения и те вопросы, с которыми нужно работать. Я пользуюсь случаем. Хотел бы поблагодарить жителей Ленского района, в частности, Витима, Пеледуя, что, да, эти проблемы существуют, но они также поддержали нашего президента. И это лишь та ответственность, которую я, как доверенное лицо, еще больше стал чувствовать. Я правильно понимаю, то есть выборами дело не закончилось, работа с теми проблемами, которые были, она будет продолжена? Однозначно. Мы сформулируем по итогам встреч с избирателями постановочные вопросы. Главные постановочные вопросы, которые мы получили, обоснуем их и, безусловно, направим в адрес нашего президента Владимира Путина, для того, чтобы он видел те ожидания, которые есть у наших людей. Спасибо большое, Павел Алексеевич, что нашли время и ответили на наши вопросы. Но я еще раз напомню, что гость нашей студии был генеральный директор компании «Алмаза-Набара», доверенное лицо Владимира Путина Павел Алексеевич Маринычев. Павел Алексеевич Маринычев. Ту, смазал я там. Ну, в конце переставить, я же нормально сказал. Шапку врежем. Все? Спасибо. А как ты хочешь? Это же самое, что если я не знал, что ты сейчас прощаешься. Ну, и да, я видел, у тебя план на план пошел. Нет, не план на план, просто. Нет, я имею в виду, если мы сейчас перепишем, если мы перечитаемся, сейчас у нас план на план будет. Причем план на план не будет. Я тогда сейчас отдельно на камеру прощаюсь и все, да? Да, на третью, только на третью. Все хорошо. Спасибо большое, что нашли время и ответили на наши вопросы. Но я еще раз напомню, что гость в нашей студии был генеральный директор компании «Алмаза Анабара», доверенное лицо Владимира Путина Павел Маринычев. Субтитры создавал DimaTorzok